Рассмотрение уголовного дела Дениса Кудряшова только началось, однако потерпевшие уже давно вынесли ему свой приговор. Это не люди. Это не люди даже. Вообще никак. Назвать не могу. Так что животное не поступает. Это не человек. Длинные паузы между словами, едва сдерживаемые слезы, объяснить просто. По версии следствия, в конце декабря прошлого года 26-летний Ярославец с ножом напал на жену Михаила. До приезда скорой 44-летняя женщина не дожила. Нападение было совершено на улице Кооперативная в районе вот этого заброшенного дома. Здесь часто собираются бомжи и пьяницы. Погибшая Елена Данилова около 10 вечера возвращалась с работы домой. Как следует материалов дела, в тот вечер подсудимый Кудряшов долго выжидал свою жертву. Как только женщина оказалась к нему спиной, он догнал ее и с большой силой дважды ударил ножом. Сначала в грудь, потом в живот. После забрал ценные вещи и скрылся. Правда, сегодня у подсудимого другая версия произошедшего. Она якобы отказала ему, так сказать, в знакомстве, стала толкаться, и он, разозлившись, вот нанес ей удар. А потом, мол, забрал сумочку, которую якобы скинул с моста вместе с ножом. Однако проводились поиски, в том числе с участием водолазов. Указаны сумки с ножом. В том месте ни нож, так сказать, ни сумка не были обнаружены. Второй жертвой Кудряшова стала 22-летняя Ярославна. Он дважды ударил ее ножом и попытался отобрать сумку. Однако девушка вырвалась и с криками бросилась бежать. В этот же день Кудряшова задержали. Ранее мужчина неоднократно отбывал наказание. Последний реальный срок подсудимый получил за грабеж в 2005-м. Видимо, он сделал определенные выводы для того, чтобы не быть опознанным, найденным. И, видимо, вот решил избавляться от потерпевших, чтобы они его не опознавали. За убийство и разбойное нападение Денису Кудряшову грозит до 25 лет лишения свободы. Первое судебное заседание закончилось, едва успев начаться. Адвокат подсудимого из-за болезни не смог принять участие в рассмотрении дела. Процесс возобновится на следующей неделе. Георгий Колчин, Денис Ромашов. День в событиях.